Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас шурма с курицей. Я решила взять сразу несколько. И вот такой вот лимонад. Вообще, по идее, мукбанг я снимать вообще не собиралась. Я шла за кормом для Твиксика. У Твикса сейчас диета. Я пошла покупать его корм. И так получилось, что это находится рядом с шурмой. Время было 12. И все как раз вышли на обед. Рядом с этой шурмой так пахло. Просто удержаться было невозможно. Я хотела сесть прямо там, съесть шурмой, прийти домой. Но у меня такая фобия. Мне очень стыдно почему-то в ресторанах, в кафе сидеть одной. По идее, тут ничего такого нету, понятное дело. Но мне почему-то вечно неудобно. И тут резко в мою голову пришла идея. Можно же мукбанг снять. Очень вкусная шурма. Уже не первый раз у них беру. Стоит, правда, дороже, чем везде. Но здесь такой вкусный соус. Слава богу, котик у меня идет на поправку. Но это не значит, что надо забить. Я продолжаю лечение, продолжаю давать все лекарства, несмотря на то, что он уже идет на улучшение. Кормлю только специализированным кормом. Он тоже реально очень дорого обходится. Не то, что я жалуюсь, реально. Он сухой, вообще не ест. Ест только жидкие. Я стараюсь побольше давать, чтобы он наедался. Жидкий корм Роял Канино Уринария ПРО. Уринария СО. Стоит 3 маната. 3 маната утром, 3 маната в обед и вечером. Получается 9 манат в день. Но это только на период лечения. Возможно, я всех уже достала с этой темой. Но реально, когда я смотрю на своего кота, который уже в нормальном состоянии, мне просто не верится. Когда у нас все хорошо, мы не ценим эти моменты. Нам кажется, что так и должно быть. Когда появляются какие-то стрессовые ситуации, проблемы со здоровьем, ты понимаешь, как же круто ты жил до этого. Пока я тут мукбанг снимаю, смотрите, кто подлизывается. Булочка мамина. Смотрите. Мой вонючка. Мочой воняет. Я его еще не купала, потому что купать его пока что нельзя. Он должен прийти в себя. Он должен быть далеко от стресса. Его нужно беречь в плане холода. Правильно, правильно кормить, правильное питание. В общем, любое животное, которое вы берете с улицы, это прежде всего большая ответственность. Когда мы капали твиксу капельницу, пришла девушка с котятами. Не к столу, конечно, у одного котенка были проблемы с одним глазом. Она просто увидела на улице больных котят. Четыре штуки. Я взяла их себе. Люди здоровых не берут. А она больных взяла. В общем, водила каждый раз к ветеринарам и всех четверых лечила. У одного ситуация была намного сложнее. Там за глазом были конкретные проблемы. Но вы видели бы, как была одета эта девушка. Очень бедно, очень скромно. Недорогой телефон. Видно, что у нее не такие уж хорошие финансы. Но, несмотря на это, человек пытается как-то вылечить, пытается помочь. Вообще, мое уважение и низкий поклон людям, которые могут кому-то помочь. Кто-то мне рассказал историю, вот прям недавно на похоронах бабушки. Не помню, кто это был, реально. Папа. Папа говорит, был царь. У него был сын. Он сказал своему сыну, когда я умру, похорони меня, пожалуйста, с носками, с теплыми. Это моя последняя воля. И дал ему письмо. А это письмо я тебе написал, что когда тебе в жизни будет сложно, твой жизненный сложный момент, в самой критичной ситуации в твоей жизни, открой это письмо и прочитай его. Короче, царь умирает. Его хотят похоронить. А по мусульманским традициям хоронить нельзя в одежде. У нас хоронят в вате. Обычная белая вата. Без ничего, тело без одежды. И сверху еще простыня такая. Специальная такая огромная простыня 10 метров. Бабушку тоже мы так хоронили. Я прям видела все это. И в общем, когда сын начал хоронить отца, у него возникли проблемы с этими носками. Все начали говорить, что нельзя ни в коем случае, у нас по традициям не так. Сын начал говорить, нет, это последняя воля моего отца, я не могу сделать иначе. И он сидел, думал, блин, что мне делать, и решил открыть это письмо и прочитать. И там в письме было написано, видишь, сынок, я стал царем, столько всего заработал, но даже с собой в последний путь не могу взять одни носки. То есть из этой жизни мы не унесем ничего, даже одну пару носков. Поэтому будь милосерднее. Я вот увидела эту девушку и сразу вспомнила слова моего папы. Взяла четырех котят, больных, грязных. И лечит их. Пока я, кстати, лечила там твиксика, столько подписчиц встретила. Кто меня там осуждает, что я не делаю намаз, что я недостаточно религиозная и так далее. Низкий поклон тем, кто все это делает. Я с огромным уважением отношусь к вам. Но я пока что к этому не пришла. Я считаю, что, несмотря на то, что я это все не делаю, я просто считаю себя добрым, хорошим человеком. Я сидела и ждала своей очереди на лазер. И там сидела девушка в хиджабе. Я была в супер коротких своих новых джинсовых шортах, там в топике, полураздетая. Но вы знаете, девушка даже не начала вот эту тему, и ты так одеваешься и так далее. Я люблю религиозных людей, которые не вмешиваются в твое пространство, которые не внушают тебе свое мнение. Таких в Азербайджане очень много. Порой я иду по улице, вижу одну девушку. Покрытую, рядом с ней идет подруга, за ручку с ней, вся в татуировках. Я люблю эту толерантность, чтобы люди умели воспринимать чужое мнение, как оно есть. И не навязывали свое. Реально, шурма очень сытная. Видео получается короткое, но я прям наелась. Давайте еще чуть-чуть. Я просто позавтракала, пошла покупать ему корм. И вот резко в этот момент поняла, что надо снять еще и мукбанг. Что ты там ешь? Дурачок. Вы не поверите, когда его называют дурачком, он так поворачивается и смотрит. А вы говорите, ему не нравится. Ему нравится. Он на твикс отзывается и на дурачок. Я когда ему что-то покушать даю, я ему себе дурачок, дурачок, дурачок. На этом все, мои хорошие. Кстати, я нашла решение для этих сережек. Помните, Шейн, я заказала себе серьги, а там были очень большие заглушки. Я взяла вот эти силиконовые заглушки, проткнула дотсом дырку, сделала дырку намного больше. И вот так вот надела. И теперь я вообще не парюсь насчет этих сережек. И купаюсь, что только не делаю. Вот они у меня. Блин, вам не видно. Но, в принципе, вы поняли. На этом все. Всех люблю. Огромное спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока. Пока.